Слава Богу, ты пришел! Слава Богу, ты пришел! Слава Богу, ты пришел! Слава Богу, ты пришел! Я затрудняюсь вообще что-либо сказать. Это ваш родственник? Господи, боже мой. Я только сейчас заметил. Я на самом деле в отчаянии. Я впервые в этой игре. Я думал, что мне достанется что-то экзотическое, а, в общем, в чем был, в том остался. Поэтому, кто я, у меня ни малейшего представления нет. Такая же история и у меня, кстати, сказы. Мне кажется, в последний раз вы так одевались на выпускном вечере. Нет, вы знаете, на выпускном вечере я одевался гораздо хуже. Да? Да. Вадим, у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу? У меня мыслей много. Жалко, что внук Стиви Вандера убежал. Мне показалось, что это он следит за ним. Андреем Вадимовичем, но... У нас вообще много чудес. И даже то, что внук Стиви Вандера белый, это уже само по себе забавно. Ну что ж, давайте посмотрим. Не будем отказывать себе в этом удовольствии. Я попрошу механизм срочно открыть черток, куда устремится Андрей Вадимович. Импровизация Андрея Макареевича. Прошу вас. Слава богу, вы пришли, господин президент. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Итак, господин президент, мы начинаем пресс-конференцию. Итак, с кого начнем? Давайте, вы. Пусть, пожалуйста, ваше полное имя. Вы что, вы пришли на пресс-конференцию, не знаете, как зовут президента вашей страны? Извините, сказали, что кто-то другой будет. Нет-нет-нет, это не другой. Это как раз тот самый. Спасибо, извините. Последний момент просто. Господин президент, еженедельник Невада жжет. Невада что? Невада жжет. Расскажите, пожалуйста, суть вашей программы вкратце. Вы знаете, вкратце не получится. Но если сказать в нескольких словах... Растяните, как можете. Мы говорим о спасении человечества, о всеобщем благополучии, благоденствии, благолепии. А подразумеваем? А подразумеваем красоту и удовольствие. В хорошем смысле этого слова. Спасибо. Спасибо. До выборов вы говорили совершенно другое. Вот, собственно, я зачитаю из вашего предвыборного буклет. Вот, пожалуйста, мы построим справедливый, демократический, рабовладельческий строй. Что это такое? Ну, во-первых, где же вы видели политиков, которые до выборов говорили одно, и после выборов говорили то же самое? Честно, честно, честно. Почему вы, господин президент, бурят по национальности, вы стали президентом США? Я не понимаю. Мой друг, а как вас зовут, простите? Нарцисс Петрович. Нарцисс Петрович. Петрович. Мне кажется, что, во-первых, своим отчеством вы частично ответили на важный вопрос. Во-вторых, моя судьба была в руках американского народа. Он сделал справедливый и разумный выбор. Армончик! Мерзавец! Бурят! Вы нацист! Что вы делаете? Валют! Господин президент. Нет, нет, вы знаете, я все понимаю. Дело в том, что нелюбовь чернокожего населения Америки к бурятам имеет свои глубокие исторические корни, но мы сейчас не будем об этом. Простите. Господин президент, господа журналисты, просьба не обращать внимания на недоразумение. Давайте продолжим. Господин президент, журнал «Противоумен». Итак, наши девочки, наши женщины хотели бы знать, когда вы нас познакомите с первой леди. Вы знаете, это очень серьезный шаг, потому что... Да что мне вам объяснять? Я постараюсь познакомить ваш журнал с первой леди Соединенных Штатов, как только ей я обзаведусь. Будете ли вы проводить мост в Бурятию? Я думаю, что если страны мирового сообщества выйдут из кризиса, это вполне решаемый вопрос. А зачем вы приказали построить в Белом доме рядом с овальным кабинетом треугольный? И в чем дело? Я с детства не любил овал. Я треугольник рисовал. Простите. Еще вопросы... Давайте продолжаем. Простите, рядом с Белым домом, по вашему приказу, выстроили некое деревянное сооружение. Что это за барак? Вы под словом «барак» кого имеете в виду? Простите, предыдущего президента? Только сарай! Только сарай! Правда. Хотелось бы оставаться в рамках политкорректности, знаете. Господин президент, сразу после оглашения результатов выборов вы сказали одну очень странную фразу. Огласите нам ее, пожалуйста. Какую именно фразу имеете в виду? Я помню, что когда я узнал, что я наконец победил, у меня было такое прекрасное настроение, я сказал столько странных фраз. Какую из них вы имеете в виду? Ну, вы знаете, вы, наверное, забыли свою фразу. Ну, вы сняли ботинок, постучали по кафедре и сказали, я вам покажу Кузькину мать. Видите, у нас в России... Простите. 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 Поподробнее. Можно я делать? В далекой северной стране Россия. Много лет назад существовала такая традиция. Избранный правитель, как правило, снимал ботинок, стучал им по столу и обещал показать, как вы сказали мать? Кузькину. Кузькину мать. После этого он долго и счастливо управлял веренным ему государством. А поскольку во мне течет бурятская кровь, я посчитал, что будет не лишним сохранить эту традицию и перенести ее на нашу свободную землю. Мы бы хотели знать, почему на самом деле вы нас всех тут обманываете. Ну, не только здесь сидящих. Простите уж за прямоту. Журналисты все такие прямолинейные. Ну, и весь народ. Что вы там себе задумали? Ну, признавайтесь, признавайтесь. Раскрывайте карты. Я, признаться, даже не могу представить, что вы имеете в виду, потому что всем известно, что самые честные люди это политики. А самые честные люди из политиков, конечно, президенты. Какое-то таки, конечно. Достойно. 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 Но на самом деле не только нашему журналу, не только для женщин, но и здесь моим коллегам стала известна та информация, друзья, мы это вам на вооружении еще раз, что господин президент вместе с его, так сказать, сообществом решил эксплуатировать всех американцев для того, чтобы все американцы, господа, стали участвовать в каком-то непонятном эксперименте, который разработал Пентагон. Что вы говорите? Ну, вы знаете, что Пентагон это организация, которая никогда никаким президентам не подчинялась. Есть министр обороны, правда? Стоп. Дело в том, что вы сейчас нас обманываете. Пентагон заставил вас ублажать слух вашего электората не добрыми обещаниями и добрыми делами, а прекрасным звучанием прекрасного инструмента. Ваш предшественник Клинтон просил передать вам вот это. Для меня это большая честь. Господа, вы не поверите, это как недокуренная сигара Черчилля, как кресло-каталка Рузвельта, Вилсона, простите, как, ну, если смотрите, в мировом масштабе треуголка Наполеона. Да курите эту каталку, сыграйте нам. Собачка Путина. Да? Вечерний звон. Браво. Спасибо. 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 Я бы думал, это президент играет. Хотелось бы. Я после президента не могу. Нет, настолько ярко это было. И хорошо, что рядом пробегал Пьер Нарцисс. Ему все равно, в какой передаче выступать. он просто заходит, бросает и убегает. Сейчас он где-то на поле чудес уже. Приятно, что бросал журналист. Да. Я прошу вас, Вадим, оценить не только актерское мастерство Андрея, но и все-таки подойти к этому с точки зрения наших отношений с Соединенными Штатами. Вы знаете, прежде всего, давайте еще раз поаплодируем всем, кто так и не прозвучало имя этого президента. Я так думаю, давайте остановимся. Бурят Обама назовем.